Здравствуйте! Я Графшинка Татьяна Николаевна, преподаватель общеобразовательной дисциплины Устанайского педагогического колледжа. В связи с приходом на обновленное содержание образования я ищу наиболее эффективные пути к совершенствованию учебного процесса, повышению мотивации обучающихся в учебе, повышению качества обучения. Стала объявлять свою практику инновационной технологией, направленной на развитие коммуникативных компетенций, способствующей успешности обучающихся в современном обществе. В связи с этим изучила сингапурское медицинское обучение и стала акробировать обучающие структуры на своих занятиях. Данный метод основывается на технологии сотрудничества, работе в малых группах, парном обучении и проектной деятельности. Считаю, что сингапурская технология – это перспективная технология по развитию коммуникативных компетенций, что и требуется часть новой стандарта образования. Ведущая педагогическая идея – учиться вместе, а не что-то просто выполнять вместе. Используя обучающие структуры сингапурской технологии, у нас появляются большие возможности для организации эффективной учебной деятельности, а также создания психологически комфортной и безопасной среды для студентов. Вашему вниманию предлагается урок по биологии, тема строения и функции центральной нервной системы, раздел координации и регуляции. На занятия использованы следующие обучающие структуры «Подумай, запиши, обсуди в команде», «Страничка ожидаемого, полученного», «Углы» и «Инструмент для управления» «Менеджмент». Как вы заметили, мы с вами сегодня будем работать в малых группах. У вас есть партнеры по плечу, поэтому я предлагаю сейчас поприветствовать любым жестом вашего партнера по плечу. У вас есть партнер по лицу, поэтому я предлагаю поприветствовать вашего партнера по лицу улыбкой. И вот в таком состоянии мы с вами сегодня начнем нашу с вами работу. Итак, чтобы определить тему нашего с вами занятия, я предлагаю вспомнить девятый класс, раздел координация и регуляция. Те термины, которые вы проходили, какие-то словосочетания, которые вы помните с этого раздела. Итак, девятый класс, координация и регуляция. И в нашей группе есть ссылочка на онлайн-доску. Вам нужно будет пройти по этой ссылке и записать ваши термины, которые вы помните. Еще раз повторюсь, словосочетания на данной доске. Вам предлагается на это одна минута. Так, вспоминаем прям термин. Основной у нас идет нервная система. Еще, еще что проходили. И регуляция. Мы с вами более подробно будем изучать строение именно центральной нервной системы. Поэтому я попрошу в тетради записать тему сегодняшнего занятия «Строение центральной нервной системы», раздел координация и регуляция. Ну и сейчас такое задание. 30 секунд вы думаете и затем минуту для того, чтобы вы записали свою мысль в тетрадь. Каково значение этой темы по вседневной жизни каждого из нас? Какова роль этих знаний по данной теме? Строение центральной нервной системы. Может быть, как знания по этой теме могут пригодиться в вашей будущей профессии? Я предлагаю обсудить ваши мысли в ваших группах. И затем участники под номером 3 должны будут озвучить ту самую главную функцию, которую вы обсудите в своих группах. Участник под номером 3. Участники под номером 3. Поднимите руки, чтобы мы видели, кто сегодня выступает в роли участников под номером 3. Так, все, спасибо. Пожалуйста, кто начнет первым? Аида, ваша группа? Мы еще есть. Можно отсидеть, я только громко. Мы отметили, что благодаря нервной системе, когда происходят такие процессы памяти, мышления, воображения, речи, что в целом в нашей работе. Так, мыслительные процессы. Спасибо. Ваша группа, пожалуйста. Рита, в каком типе зубок также должен учитывать остроение и функции центральной нервной системе, так как учитель работает с детьми, и он может знать, что в данной особенности начать все. Так, знать индивидуальные особенности. Пожалуйста, ваша группа, участник номер 3. Центральная нервная система управляет нашим организмом и рефлексами. Рефлексы находятся в спинном мозге, и если спинном мозг поврежден, то может быть, как разосправить. Так, очень хорошо. Нервная система – это непосредственно все рефлексы. А рефлексы – это что? Ответная реакция нашего организма на различные раздражители. Обеспечить обучение у нас, кстати, у людей, и детьми, и смотришь в кожуках, а также это главный критерий здоровья. Главный критерий здоровья. Молодцы. То есть, в принципе, что с вами сегодня основная цель на занятии – это рассмотреть строение и функции спинного и головного мозга. Страничка ожидаемого и полученного. У вас на столах лежат листочки с утверждениями. Всего 10 утверждений. Сейчас, основываясь на своих знаниях, на своем личном опыте, на своих каких-то убеждениях, ваша задача в колонке с левой стороны, там, где написано «до», согласиться с этими утверждениями, либо их опровергнуть. Либо знаком «плюс», «минус», либо словами «да», «нет». Сейчас я предлагаю обменяться просто мнением со своим партнером по плечу. То есть, покажать свои ответы, он покажет вам свои ответы. Может быть, где-то немножечко можете поспорить, если ваше мнение не совпадает. Пожалуйста. Обмен мнением с партнером по плечу. Может быть, сейчас вы друг друга убедите в каких-то моментах в обратно. Сейчас, чтобы проверить праведность ваших ответов на данное утверждение, я предлагаю вам открыть учебники. Параграф 43, ст. 214. И по ходу течения параграфа, возможно, какие-то моменты вы можете внести в исправление и поставить уже знаки «плюс» и «минус» или слова «да», «нет» в колонке с правой стороны, там, где написано «после». Итак, первое утверждение. Нервная система управляет нашим организмом, заставляя работать органы быстрее или медленнее. Да, конечно. Второе. По расположению, нервная система делится на центральную и периферическую. Да. Изначально так отвечали или были ошибки? Изначально. Головной мозг – важнейший отдел периферической нервной системы. Нет. Нет. Здесь были ошибки? Нет. Так. То есть головной мозг – это у нас центральная нервная система. Стрессовое воздействие на организм стимулирует симпатическую нервную систему. Да. Есть совпадение и с помощью информации в учебнике вы сейчас внесли корректировки. И по функциям вы работаете в парах с вашим партнёром во плечо. На это задание у вас две минуты. Составить классификацию нервной системы. Соматическую нервную систему. Соматическую нервную систему. Так. Соматическую. Кто нашёл в учебнике? За что отвечает соматическая нервная система? Пожалуйста. Соматическую нервную систему. Хорошо. Нам предстоит очень важная работа – провести небольшое исследование по изучению головного и спинного мозга. У вас 10 минут. На доске представлены дискликторы обценивания. Соматическую нервной системы. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 используя текст учебника вам необходимо выполнить ту функциональную пробу которая там написана то есть если нужно будет встать да и приседать нужно встать и приседать если нужно совершить несколько обладательных движений значит нужно их сделать и ваша задача а установить какой отдел отвечает за данный рефлекс и объяснить за какие функции он отвечает и затем вам принять неустойчивое положение то есть руки заединить замок прижать грудить и сбить за боксами ногти поставить на твою линию пятых носку глаза закрыты опишите себе наблюдение какое-то мозг обморбирует наблюдаем положение за это отвечает мозжечок данный отдел мозга он отвечает за координацию хорошо за точное движение за плавное движение и завершить сегодняшний урок я бы хотела тем что обратите внимание в четырех углах нашего кабинета висят высказывания философов то есть ваша задача сейчас необходимо встать и подойти к тому высказыванию которое отражает вашу работу в течение сегодняшнего урока у нас получилось что большинство выбрали высказывания на функция девочки пожалуйста зачитайте кто-нибудь зачитайте скажи мне и я забуду покажи мне и я запомню дай мне сделать я пойму почему вы выбрали это высказывание пожалуйста прокомментируйте потому что если мы что-то выполняем на практике это больше не поминается да хорошо красиво тише еще так что это высказывание связано с телом нашего урока да у нас выбрали высказывание мольера пожалуйста как приятно знать что ты узнал очень много много мы выполнили свой багаж знаний что-то закрепили что-то узнали новое и это очень приятно хорошо